Сезон работы Казанского объединения студенческих поисковых отрядов в самом разгаре. Детальное изучение военного пути – дело долгое и сложное. А находкам, которые удается найти в течение экспедиции, удивляются даже опытные поисковики. На счету студенческих поисковых отрядов экспедиции в Ленинградскую, Калужскую, Сахалинские области, а также Витебскую и Гротинскую области Белоруссии. Сейчас у нас идет самый основной сезон. Не так давно, в разгар майских праздников, завершился весенний сезон экспедиции. Так или иначе, отряды находятся сейчас на местах боев, работают. В июле, в августе будут очередные экспедиции, куда практически все отряды с республики уедут. Существует мнение, что в 60-х годах в степях, изученных молодыми поисковиками, работали военные отряды. Но почему найденные останки остались брошенными? Экстренные обстоятельства или чья-то халатность? Остается только догадываться. Находили с останками бойцов, на бойцах, письма, которые они не успели отправить. Очень трогательные, очень такого теплого содержания и удивительные. Но спустя вот столько лет вот этот листок бумаги, истлевший, но все еще сохранившийся, его удавалось прочитать. И по этому письму находили родственников и возвращали, соответственно. Вступить в поисковые студенческие отряды может каждый желающий. Но прежде чем начать экспедицию, придется сделать много кропотливой работы. Она включает в себя подготовку знаний истории Великой Отечественной войны. Особенно истории сражений и серьезная подготовка в области туризма, первой медицинской помощи, анатомии, военной археологии и техники безопасности. После этого считаются уже новичками поискового движения. После этого мы выезжаем, конечно же, в первую их экспедицию. Напомним, что поисковое движение в Татарстане возникло из снежных десантов Казанского университета. А далее в поисковые экспедиции стали отправляться новые студотряды, а именно объединения, Отечество Республики и другие. За последние 20 лет было проведено 180 экспедиций. Найдены и захоронены останки более 8 тысяч воинов Красной Армии. Установлены данные полутора тысячи человек. И каждая экспедиция внесла значимый вклад в развитие поискового движения России и увековеченнее памяти о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.